Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Загон для собак». Приятного просмотра! 16-летний Дэвис закинулся сам и накормил свою девушку таблетками. За хранение веществ с целью сбыта Дэвис и был арестован. Энджел с дружком напали на водителя. Они угнали его машину и нанесли ножевое ранение. Так 15-летний Энджел и попал за решетку. Тюремщик избивает парня и требует, чтобы тот признался, кто изготовил самогон. «Не делай так!» – кричит на него Буч. И когда охранник собрался уходить, накинулся на него и выдавил глаз. Это наш третий герой, ему 17. Все они попали в исправительное учреждение для несовершеннолетних в штате Монтана. Подростка в разделе догола и досматривают. Им приказывают потрясти волосы, пошевелить пальцами, продуть нос, наклониться и покашлять. Мистер Сенс – начальник охраны, а со всеми вопросами им стоит обращаться к начальнику блока мистеру Гуттиеру. Правила следующие – никакого оружия, запрещенных препаратов, алкоголя и попыток собрать банду. У Гуттиера самого проблемы с дисциплиной – он опоздал на полчаса. Офицер познакомился с заключенными и те с вещами направились в камеру. Новичков оценили два темнокожих преступника. В одной камере порядка 10 двухэтажных коек. Сейчас троятся на первом уровне. Их готовность исправиться в будущем покажет аттестация. На втором уровне доверенные. Они носят черные штаны и поло. Они уже готовы к возвращению в общество и имеют привилегии. Нарушители носят оранжевый костюм и обитают в особом блоке. На раздаче в столовой здоровяк Бэнкс ляпнул бучу горячую баланду прямо на руку. Парень в оранжевом Макс советует не заводиться по этому поводу и между делом признается, что у него спит. Пока одни справляют нужду, другие тут же чистят зубы и впитывают царящее здесь благоухание. День подошел к концу и перешло время баиньки. С утра пораньше Гуттиер вошел в камеру и построил всех укоек. Во время уборки к Дэвису начал докапываться бычара Бэнкс с дружками и заставил того снять свои модные ботинки, которые ему приглянулись. После примерки снимать их обратно здоровяк уже отказался и ушел в обновке, оставив Дэвису свои старые изношенные говнодавы. Буч задремал, стоя со шваброй в руке. Три говнюка наплевали прямо на него и вымытый пол. Еще и петухом обозвали. Парню сложно сдерживать свою ярость. Бэнкс барыжет наркотиками прямо в столовой. Ночью он поднял своих шестерок, чтобы те подержали Буча, пока он будет отбивать ему внутренние органы. Луни вмазал Бучу по лицу. Чего делать нельзя? Это палевно. Парень еле откашлялся после экзекуции. Энджел как попало застелил кровать, за что получил втык. После он нахамил надзирателю и был переведен в одиночку. У Буча под глазом образовался синяк, что не осталось незамеченным Гуттиером. Ответ поскользнулся и упал в темноте, офицера не устроил. Возможно, несколько дней в одиночке помогут Бучу вспомнить подробности инцидента. Сам побитый явно не собирается прощать своего обидчика. Заключенных вывели на улицу для копания траншеи. Судя по всему, Бэнкс на хорошем счету у начальства. Больного с Пидом Макса надзиратель попросил хотя бы делать вид, что он работает. Гуттиер завел Буча к мистеру Сенсу. Начальник задает тот же вопрос насчет глаза, а юноша дает на него тот же самый ответ о ночном падении. Сенсу не хотелось бы его наказывать, но за отказ сотрудничать Буч будет посажен в одиночку. Макс зашел к учительнице мисс Биггс, и она попросила перестать его распускать слухи, что у него ВИЧ. Анализы отрицательные. Макс подсел к учительнице и начал читать ей пошлые стихи. Ты перешел все мысли моей границы, пошел вон. Я не вернусь, пока кое-кто здесь не научится ценить искусство. В камере Бэнкс заговорил с Дэвисом и назвал его ровным пацаном, потому что тот не настучал. Только с чего это у него подмышки такие мокрые? Почему Дэвис постоянно ссыться? Кабан знает, что парень барыга и предлагает ему свой, самопальный товар. Луни достал белый порошок и передал Дэвису. Тот всосал белую дрянь носом и говорит, что это что-то необычное. Троица склонилась над потерянным балбесом, который что-то бормочет и не почувствовал, что его лицо было полностью обрисовано маркером. Бэнкс нашептал бедолаге гадости про его маму и у того началась паника. Дэвис дополз до коридора и позвал на помощь. Гутиер поднял его, отвел в душ и поставил под холодную воду, а после заставил наркошу проблеваться. Таким образом, бледный Дэвис также оказался в одиночной камере. Это для твоего же блага. Вы пытайся побольше пить, чтобы вымыть эту херню из организма. Мы узнаем, как таблетки попадают в колонию. В день свиданий старый хмырь вроде как передает бутерброд для своего внучка, но внутри в пакетике спрятаны колеса. Выкинутый сэндвич из мусорного ведра достает Микин и передает товар Бэнксу. Первым из карцера выпустили Дэвиса, а после в один день Энджела и Буча. Два кудрявых урода играют в настольный теннис и издеваются над Дэвисом, называя его при этом не иначе как петушарой. Дэвис психанул. Энджел накрыл камеру видеонаблюдения. В этот момент в комнату отдыха завалил Буч и дважды жестко вломил Луни по лицу ракеткой. Экерсли зассал помогать своему недоблизнецу, а Буч, захватив кружку, направился на поиски Бэнкса. Дэвис пошел за ним. Он остался стоять на шухере у туалета. Без лишних разговоров Буч вломил Бэнксу кружкой в голову. Когда тот упал, он принялся превращать морду жирного ублюдка в отбивную, смачно вкладываясь в каждый удар. После он поручил Дэвису избавиться от кружки, а тот не применул возможностью вернуть себе ботинки. Гутиер обнаружил кудрявых говнюков, но те не признаются, кто сломал нос Луни. Кусок мяса в туалете нашел сенс. Гутиер поставил Энджелой Буча у коек. Последнего офицер называет дебилом. Он же просил никому здесь не мстить и не избивать. Но тот морозится, мол, это не он. Гутиер начал толкать Буча и предлагать выйти один на один. Тот просит не делать так, и Гутиер остановился. К Дэвису приехала его мама. Она интересуется, продолжает ли его обижать. Если что, она уже подала на учреждение в суд. Но Дэвис в ответ только разозлился. Он не собирается говорить ни с какими адвокатами. К Энджелу пришел отец. Разговор у них особо не заладился. Как всегда, после дня посещений в колонию попадает новая партия таблеток. Биггс проводит собрание с некоторыми заключенными и предлагает им оценить сегодняшний день. У Буча семерка. Он, наконец, вышел из чулана. У Фрэнка ноль. И так уже несколько месяцев, потому что здесь нет ничего хорошего. Кэрол еле читает и жирный его перекривлял. Сегодняшняя тема гнев и проблема его контроля. Поэтому они здесь все собрались. Но обсуждение перешло во взаимные оскорбления на почве расы, веса и прочего. В общем, ничего хорошего из этой затеи не вышло. И вскоре Фрэнк сцепился с Латиносом. Мисс Биггс пришлось вызвать охранников. Во время этого бедлама Буч сказал Микину, что он потом с ним встретится. У мусорных баков Микин вручил Бучу пакетик с таблетками. Но тот отбирает и колеса, которые предназначались тени. С сегодняшнего дня все будет по-моему, заявляет Буч. Чтобы развлечься камерников, Дэвис рассказывает историю из своей жизни. Мол, как-то он отвисал у своей девушки, но она его продинамила. Зато потом вернулась домой ее маман. Грудастая женщина затянулась косяком, сдунула пепел с его шорт и пошла к себе в спальню. Ну а потом, само собой, дама попросила расстегнуть ей платье. И они завалились в кровать. От такой чудной истории все пришли в восторг. На уроке физкультуры ребята самостоятельно разделились на две команды для игры в вышибалу. Как-то так получилось, что с одной стороны собрались белые, а с другой цветные. «На моей площадке такой фигни не будет», заявляет физрук и приказывает им перемешаться. Правила простые. Выбивать мячом противников и уклоняться от ударов самому. Парни веселятся и выпускают пар. В итоге остались только потные подмышки Дэвис и Буч. И подмышка победил. Пацаны бухают месивом из обродившего апельсинового сока хлеба и сахара, которое ранее забодяжил Макс. Ребята задрачивают Энджела, расспрашивая, симпатичная ли у него мамаша. «Ты бы потрахался с ней, если бы не был ее сыном? Ты че тупой? Че пацан уже целишься в шею?» Следующая на очереди мамочка Дэвиса. После Буч рассказал правдивую историю о том, как его отец работал в цирке и жонглировал бензопилами. Но одна из них упала и отрезала ему член. Гутиер прекратил веселье и позвал Буча с собой. Юношу вызвал директор исправительного учреждения. Оказалось, что после инцидента с ослепленным надзирателем из предыдущей колонии выяснилось, что тот подвергал физическому насилию еще минимум десятерых подростков. Значит, это была самооборона. Если бы не тот случай, Буч уже был бы на свободе. И если в течение двух недель Буч будет пайнкой, то его выпустят отсюда. Но если что-то произойдет, то по старому плану, когда ему исполнится 19, его переведут во взрослую тюрьму. И он там пробудет еще 4 года. У Буча отличное настроение. Он смел все с тарелки, забрал котлетки у Макса и в благодарность залепил ему шпинатом лицо. Когда Микин выходил из столовой, Тин дал сигнал Кэролу, и тот порезал парню щеку. Как обычно, никто ничего не видел. Малолетние преступники раздеты, а камеру переворачивают вверх дном. Гуттиер пытается отпроситься на завтра на день рождения дочери. Но за неделю было целых 5 нападений, и Сэнс отказывается его отпустить. Это день рождения моего ребенка. Это тоже твои дети. Когда Тин убирался на кухне, Буч тихонько подошел сзади и начал его душить. Это последнее предупреждение для дилера. Подобного Буч больше не допустит. Теперь на Гуттиера по телефону ругается его жена, а парни начали сомневаться, что у Дэвиса была хоть одна девушка. Но одно имя он готов назвать хоть сейчас. Это учительница Мисс Биггс. Сердце Макса было разбито. Энджел нарисовал голую Мисс Биггс на стене, и это вывело расстроенного Гуттиера из себя. Охранник начал скручивать мелкого. Тот укусил его за руку, и Гуттиер долбанул Энджела затылком о трубу. Буч хотел помочь другу встать, но у того из раны в голове идет кровь. Прибежали другие надсмотрщики и уткнули заключенных лицом в пол. Буч орет, чтобы Гуттиер во всем сознался, а Сенс предлагает ему звонить в профсоюз. Энджела госпитализировали. Гуттиер переживает и пытается дозвониться в больницу. Когда ему ответили, оказалось, что мальчик скончался два часа назад. Кудрявые говнюки решили отыграться на Дэвисе и избили его в кладовке. Но Луни хотел не только этого. Он стянул с бедолаги штаны и засадил ему. Мелкий паренек в шоке от того, что только что произошло за стеной. Буча выпустили из одиночки. Когда Дэвис узнал, что его товарищ выходит уже через неделю, он аж выронил поднос из рук и застыл на месте. Ночью Дэвис начал настойчиво вызывать охрану. Ему срочно нужно позвонить маме. Парня трясет, глаза мокрые. Но нужно подождать до утра и сделать звонок с разрешения Сэнса, а пока ему придется вернуться в кровать. Но Дэвис не унимается. Чтобы сигнал его не задалбывал, охранник просто отключил связь. Дэвис медленно взобрался обратно на кровать. Гуттиер, как обычно, утром вошел в камеру, но тут же выбежал оттуда. Дэвис был уже мертв, а одеяло на уровне кистей пропиталось кровью. Он не смог дождаться утра. Все в столовой сидят молча. Кладовка говорит охранник Сэнсу. Мертв, произносит Фрэнк. Мертв, мертв, начали разом кричать все ребята и разъяренно бить по столу. Буч подорвался и сломал стула стену. Его примеру последовали остальные. Охранникам пришлось прятаться за дверями. Буч добрался до Луни и начал методично наносить по нему удары. Остальные громят столовую и избивают надзирателей, которые не успели убежать. Офицеры надели защитное снаряжение и с дубинками и щитами ворвались в столовую. Поработав дубинками, тюремщики пустили в ход слезоточивый газ. Но и это не остановило подростков. Тогда их начали обстреливать резиновыми пулями. Макс показал Бучу, как можно сбежать, но сам вернулся обратно. Буч выбил дверь и вышел во двор. Парень улыбнулся солнечному свету. Но тут же выбежали три мужика в снаряжении. Сильнейшими ударами сломали ему ногу и ребра и затащили обратно в адское заведение.